Праздник Вознесения Праздник в том смысле, что он вызывает несколько иные чувства, чем другие праздники. Например, праздник Святой Троицы, Пасха, конечно. Праздник Вознесения – это праздник разлучения с Христом. Не окончательное, конечно, но праздник, который вызывает некоторую, может быть, в людях грусть. Это ошибочное ощущение на самом деле, но все-таки вызывает. Вы знаете, когда после стольких недель беспрерывного пения «Христос воскресе из мертвых, смерти из мертвых поправ», «Исущий во гребе к Жидуо даровавый», «Приветствует Христос воскресе во истину воскресе», которые мы друг к другу произносим ежедневно в течение 40 дней пасхального праздника. Действительно грустно, когда мы убирали вчера надпись «Христос воскресе из иконостаса», все эти чудные полотенца, которые украшали иконой в течение этого длительного периода, когда плащаницы убрали с престола до следующего года, и когда буквально вчера до Всенышны считали минуты, когда можно еще произнести слова «Христос воскресе». Было жалко расставаться с этим. И, наверное, первое впечатление апостолов, когда они узнали, что Христос вот-вот вознесется на небо, тоже было грустно. ведь они пережили с Ним три с половиной года невероятной близости, слышали Его голос, были свидетелями всех Его дивных дел, пережили Его смерть, пережили собственное предательство, восстановление в апостолском достоинстве, увидели Его воскресенье, и сорок дней бок о бок с Ним жили и снова беседовали. Между прочим, даже несмотря на то, что они видели воскресшего Спасителя и беседовали с Ним, они все равно много чего не поняли. Где-то в Евангелии записано, что кто-то из апостолов после воскресения Христа при одной встрече сказал, «Значит, Господи, Ты теперь устроишь земное Израильское царство?» Сколько потребовалось усилий со стороны Спасителя, и не только Спасителя, но и Духа Святого, как мы знаем, чтобы, наконец, убедить апостолов, что Царство Его Спасителя не от мира сего. И вот, несмотря на вот эти недоразумения, несмотря на ту грусть, которую апостолы, наверное, переживали в день Его Вознесения, как было сказано в сегодняшнем евангельском чтении, они с Ильонской горы вернулись в Иерусалим, чтобы быть вместе с чувством радости. Они радовались. Почему они радовались? А потому что Господь оставил их с великим обетованием. Он сказал, что скоро придет иной утешитель. То есть Дух Святой скоро придет. И они не останутся одними на земле. Они будут вооружены благодатью Духа Святого для того, чтобы продолжить дело Спасителя на земле, для того, чтобы созидеть, организовать Церковь Христовую, врата ада, которого никогда не одолеют. Вот они сомневались в каких-то делах, но в этом они были убеждены, что скоро придет иной утешитель. И Он действительно, дорогие братья, пришел через десять дней, пятидесятый день после воскресения Христова. Вот и урок нам, дорогие братья и сестры. Мы разлучаемся с Пасхой, празднуем вот этот праздник Вознесения. И вот в течение этих десяти дней будем с напряженным вниманием готовиться к празднику Святой Пятидесятницы. Вот вы знаете, что мы не читаем, начиная с Пасхи, молитву Царю Небесному. Молитва, которая обращена к Святому Духу. И я не знаю, как вы, но я лично скучаю по этой молитве. И Церковь нарочно делает так, чтобы мы соскучились по этой молитве. И вот когда впервые она прозвучит торжественно накануне праздника Святой Пятидесятницы, пусть услышанная молитва эта уверит нас в том, что Дух Святый всегда с нами, всегда с нами, и Он творит великие дела. Он из простых рыбаков, несколько тупых учеников Спасителя, сделал великих миссионеров. Из предателей дела Христова Он сотворил из них одиннадцать мучеников, великих мучеников, проповедников, которые пронесли Святой Евангелие по всему миру. И вот пусть этот Дух Святой, благодать Духа Святого, который вселится в нас снова в день Святой Пятидесятницы, когда будем читать эти замечательные коленопреклоненные молитвы, пусть вдохновит нас стать тоже своего рода апостолами на своем месте. Не в том смысле, что мы должны ехать в Тибет, в Непал или куда-то такой джунгли Амазона, чтобы проповедовать, но хотя бы на своих местах, своей семье, стараться их воцерковить, приблизить к Богу. Если нам удастся это сделать, очень много грехов простится нам. И мы будем чуть-чуть ближе к вечному спасению, чуть-чуть ближе к воцарившему одесную Бога Отца, Царствию Божьему, Христу Богу нашему. Аминь. Благословение Господне на вас, тугу благодатью человеколюбием всегда ныне и пресной. Милый и веков. Аминь. Слава себе, Христе Божье, убывание наше, слава, теклее. Слава себе, Христе Божье,